Привет! Меня зовут Ника. И знаете, что вчера было очень весело. Жалко, что только вас не было. Но ничего страшного, мы покажем вам, как это все было. Второй день Одесского мессианского ретрита. Вчера мы говорили о пророческих дарах. А вы знаете, кто такие пророки? Давайте узнаем. Скажите, кто такие пророки? Кто может сказать? Пророки это те, которые говорят от имени Господа. Девочки, как вы думаете, у вас есть пророческие дары? Здравствуйте. Какого цвета у нас браслетик сегодня? Бирюзового. Я думаю, это зеленый. А теперь вы ответьте на вопрос, что такое пророчество? Пророчество? Это когда Бог говорит через своих людей слово. Пророчество будет хороший ретрит. Получат все что-то. И после приседения вчера в дневне. Замечательный день, замечательная команда, замечательная атмосфера. Немного Бога. Можно я подготовлюсь и потом скажу? Вчера было очень сильное впечатление Духа Святого. Вчера действительно было радостно. Было слово. Злово, которое было нужно нам. Было нужно людям. Мне понравилось. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления о вчерашнем дне. Может, о вашем служении расскажите. Вчера было очень весело и хорошее впечатление. Мы играли с детьми, учили их, чтобы потом, в будущем, они стали хорошими служителями. Играли на улице. Делаю хлопок и мы издаем звук, да? А мне куда? Хорошо, стоп, молодцы. А сегодня второй день Одесского мессианского ретрита. Одесского мессианского ретрита. Но также мы должны помнить, что Писание говорит нам. Что то, что то, что он раздает дары так, как он и выбирает. Как будто заблокированы. Мы молимся, а наши молитвы не могут подойти до слоя. Мы молимся, а ощущение нашей молитвы выше потолка не поднимается. Это сезон, когда мы не чувствуем Бога, не чувствуем Его присутствия. Это время, когда мы чувствуем себя одинокими со всех сторон. Переезды были построены вокруг того, чтобы помочь в начале развития мессианского служения в Варшаве, в одной из больших христианской цепи. А так, это была одна сторона, так скажем, идей нашего переезда. Вторая сторона была активное участие в еврейском мессианском институте. А вот мы готовимся к следующему служению. А вы можете спеть пророческую песню? Постучи пророчески по барабану. Все. Пророк касается того, кто рассказывает о будущем. Это отображает греческое слово «профе». Смотрите пару слов о ретрите. Может, получили какое-то откровение для себя? Конечно, получили. Откровение? Смотри за детьми. Что вы ожидаете от этого ретрита? Много чего ожидаю. Ну, прежде всего, восстановление себя в Господе. Открытие его пути для моей жизни. И, ну, как говорится, выйти из-за сторона хотелось. Арослав, о ретрите. Если много трудиться, будет что-то, перемены хорошие. Оретрит хороший и, самое главное, это практические моменты для характера любого человека, который в служении. И я думаю, что то, что он сказал, довольно-довольно серьезно. Смотрите в Ютьюбе. Смотрите в Ютьюбе. В празднике вместе с нами майские на Бугазе, в мессианской общине и всех общин города Одессы и тех, кто приедет нам в гости. Сделаем три дня хвалы и поклонения. Это будет ретрит на майские. 1 мая, 2 и 3 на королеве Бугаза мы снимем большую-большую территорию лагеря, поставим нашу палатку и будет классно. 1 мая, 2 и 3 на королеве Бугаза мы снимем большую-большую территорию лагеря, поставим нашу палатку и будет классно. 2 мая. 3 мая. 3 мая.